Всем привет друзья, с вами Илюха и очень часто на стримах я сталкиваюсь с огромной кучей вопросов касательно игры Ил-2 Штурмовик версии BZX. Очень много вопросов и постараюсь на основные из них ответить в данном видеоролике, коротко, четко и ясно. Итак, давайте начнем. Вопрос номер один. Какую версию брать Ил-2 БЗС, БЗК, БЗМ или БДН ПЛАТТЕ? Ответ здесь очень прост. Если вы собираетесь играть именно в онлайне, то возьмите прежде всего версию БЗС, поскольку она раньше всегда была дешевле всех остальных. Даст вам возможность попробовать, поиграть. И самое главное, в онлайне, если вы будете летать на таких серверах, как Крылья Свободы, все ее самолеты, самолеты этой версии доступны практически на любой карте. А если, к примеру, вы купите, допустим, операцию БДН ПЛАТТЕ, то вы сможете летать только на самолетах более позднего периода войны. Если будет карта, допустим, 1941 года, то вам просто не на чем будет летать, поскольку в этом паке нет ранних самолетов. Поэтому ответ прост. Берите БЗС. Второй вопрос. Где купить? Купить игру можно либо на официальном сайте, ссылочка есть в описании, либо в стиме. Есть еще третий способ, но он уже может и не работать. Просто заходите на сайт магазина NVIDIA в своем городе и ищите диск с оригинальной игрой. Большинство дисков уже распродано, но в Москве где-нибудь, допустим, вроде как купить еще можно. Просите какого-нибудь друга из Москвы, допустим, чтобы он вам купил и прислал вам не сам диск, а просто цифровой ключ от этой игры. Вы его сможете активировать на сайте и скачать уже саму игру через интернет. Но с каждым днем этот способ становится все менее и менее актуальным. И не факт, что на момент просмотра этого видео диски еще будут в наличии. Поэтому предпочтительнее первые два варианта. Итак, третий вопрос. Как установить? Ничего сложного. Заходите на официальный сайт игры Илдва Штурмовик, создаете свой аккаунт, вводите ключ активации, скачиваете ланчер и устанавливаете. Если вдруг кто-то что-то недопонял, то ссылочка также будет в закрепленном комментарии с подробной инструкцией от разработчика. Вопрос номер 4. Он очень актуальный. Какой компьютер нужен для игры? Поскольку я сам играл в эту игру на самых разных сборках, потихонечку апгрейдил свой комп, то попробовал большое количество платформ. Сразу скажу, в принципе, если брать процессоры AMD, то начиная с FX 6300, либо восьмитысячное поколение, игра в принципе пойдет. Но предпочтительнее все же процессоры Intel, поскольку игра не очень оптимизирована и процессорозависима. Если брать Intel, то это i5 второго поколения и более поздних, либо i7. В принципе, есть еще дешевые варианты. Купить какой-нибудь Xeon, допустим, аналог i7-860. Если не ошибаюсь, он Xeon 3450, 3470. Материнку какую-нибудь к нему на AliExpress. У вас получится дешевый бюджетный игровой компьютер, который будет тянуть все сборки. Если брать линейку современных Intel, допустим, я точно знаю, что у человека на i3 восьмого поколения BZS идет без проблем. Насчет более старых, ранних версий i3 я вам ничего не подскажу. Если касательно процессоров Ryzen, то, насколько мне известно, на 2600X легко он идет. Ну, я думаю, даже четырехъядерный Ryzen вполне может потянуть. Но это не точно. У кого есть четырехъядерная Ryzen, напишите в комментариях. В принципе, производительности ее должно хватить. Это была информация касательно процессоров. Теперь по другим компонентам. В принципе, нужно оперативной памяти DDR3, DDR4 и минимум 8 ГБ. Вам их вполне хватит для того, чтобы поиграть в игру. Теперь касательно видеокарт. На ультра-настройках Full HD 1920-1080 игра есть чуть больше 3 ГБ видеопамяти. Поэтому желательно видеокарту брать с видеопамятью не менее 4 ГБ. Ну и, конечно же, интересным, более-менее мощным чипом. Когда-то я играл на 750 Ti. Сейчас я не знаю, подтянет она или нет, но на низких вполне шло. Была у меня видеокарта 760. Сейчас я не знаю, сможет она потянуть или нет. Ребята, напишите. Но скажу, какие точно могут потянуть. Это версия GTX 770. Если мы берем седьмую линейку, 780-я карта, сразу скажу, очень проблемная в BZS. Я имею в виду не мобильную версию, а обычную, дискретную. Дело в том, что именно у этой видеокарты есть проблема с драйвером в игре. Разработчики обращались по этому поводу к NVIDIA. Я читал на официальном форуме. Проблема заключается в чем? В том, что вы играете, играете и хоп, у вас внезапно вылетает драйвер. И игра, соответственно, крашится. У меня у самого был реферн 780 от Asus. Я все это видел на своем, как говорится, опыте. Играешь час-два, может без проблем идти, потом хоп и вылетает. Может спонтанно через полчаса. То есть эффект немножко рандомный. Лечится это, как правило, либо переустановкой драйвера на более старый, либо снижением частот видеокарты. Но это не всегда помогает. Поэтому я не рекомендую такую видеокарту использовать, если у вас есть. Насчет версии 780 Ti я не подскажу, может быть проблемно или нет. Я не знаю, ребята, у кого если есть такая видеопечка, напишите обязательно в комментариях. Потом идем по 900 линейке. Ну, 960 и выше 970, 980, 980 и без проблем потянут. Если брать десятую линейку, то начиная с видеокарты 1050, и все, что выше, тоже потянет вашу игру. Единственное, то есть имейте в виду, что если вы, допустим, возьмете 1050, вы не сможете все выкрутить на ультра. Нужно чуть урезать графику. Ну, в принципе, это не критично. Если кому-то интересно, на каком железе я летаю, то зайдите во вкладку о канале, на главной странице моего канала. И там указано и компьютер, и джойстик, и полный список есть в наличии. Ну, давайте дальше продолжим тему компьютерного железа. Важная часть для игры в BZS, это монитор. Я перепробовал тоже большое количество и хочу добавить, поскольку разрешение экрана сильно влияет на видимость. Если вы играете на мониторах с разрешением старых монитор 1280 на 1024, или там 1366 на 768, старое доброе HD, то сразу скажу, что летать на проектных серверах вам будет очень некомфортно, поскольку вы не сможете видеть контакты дальше двух километров. Это я вам точно говорю. У меня были такие мониторы, и проблем я с ним, как говорится, на свое время испытал много. На берлоге летать можно, там, в замесах, а вот на проектных вы просто не будете видеть очень далеко. Рекомендую для игры монитор минимум 22-24 дюйма с разрешением Full HD, то есть 1920 на 1080. Вполне нормальное разрешение, и контакты более-менее видны. Сейчас я играю на мониторе с разрешением 2560 на 1440 Quad HD, и в нем видно еще лучше, чем в Full HD. Допустим, там, где я за несколько километров на Full HD вижу просто точку, то дистанция обнаружения контакта у меня увеличилась метров на 700. Я, допустим, ну, примерно на 700 метров раньше вижу, чем на Full HD, что это конкретно там Миссершмитт или Як. А на других мониторах это будет выглядеть просто жирной точкой, еще, ну, которую сложно идентифицировать. Поэтому, конечно, чем выше разрешение, тем интереснее, но и тем выше требования к компьютеру. Также еще добавлю, что FPS в самой игре, если вы не играете в оффлайне, а именно в онлайне, зависит от состояния сервера игры. Потому что очень часто может сервер игры, ну, не так часто, но иногда бывает быть перегружен, и из-за этого могут дропаться кадры, лагать немножечко, немножко просаживаться FPS, и прочие радости, связанные с сетевой игрой. Поэтому не всегда в этой игре железо решает. Такие проблемы нечисты, но все же иногда бывают. Поэтому будьте готовы. Итак, идем дальше. Вопрос номер 5. Можно ли играть в VL2 без джойстика, используя клавиатуру? Сразу скажу, что играть можно. В игре предусмотрены такие настройки управления. Вам в самом начале, как раз у вас спросят, вы на джойстике играете, либо на клавиатурке. Но один нюанс. Многие сервера в игре заточены только под управление с джойстиком. С клавиатурой вас не пустят. Либо вам придется использовать специальные программы, в которых вы, допустим, можете две мышки забиндить, как сделать из них виртуальный джойстик. И тогда, в принципе, летать можете. Но конкретно, допустим, для мышководов есть специальный сервер. Он очень похож на старый добрый RB War Thunder. Все то же самое. Система маркеров. Управление, как говорится, с видом от третьего лица. Ну, практически полная копия RB. Заходите, играйте. Сервер, как правило, часто полный. То есть, ну, имею в виду то, что люди в нем есть. И можете поиграть. Для примера, я вам вот сейчас в правом верхнем углу выскочит подсказка. Это как раз мы с Вова летали на этом сервере. Но летали мы на джойстиках с видом из кабины. А так, в принципе, сам геймплей вы можете увидеть. Так что, можете играть и на мышке. Ну и, крайний вопрос на сегодня. По премиум самолеты. Их можно купить на сайте. Для того, чтобы купить, абсолютно не важно, какая версия BZS, BZM, BZK у вас стоит. Это просто отдельный самолет премиумный. Вы покупаете и можете летать на нем. Очень часто в игре проходят скидки. Ну, примерно, как по моим наблюдениям. Может быть, раз в квартал, допустим. В которой, в принципе, можно и покупать. Ну, если вы, конечно, богатый Буратино, можете купить в любое время. Как говорится, дело ваше. Премиумные самолеты очень интересные. Ну, вообще, все самолеты в игре имеют, скажем, некую собственную индивидуализацию. К ним нужно привыкать каждому отдельно. Так что, можете купить их в официальном магазине. Ну, а на этом, ребята, давайте завершим наш БЛИЦ-опрос. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, смело их пишите в комментариях под этим видео. Если их накопится достаточно много, я сделаю другой ролик с ответами на ваши остальные вопросы. Ну, а с вами был Илюха. Подписывайтесь на канал. Играйте в BZS. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok